Сколько из вас слышали об эффекте бабочки? Просто интересно, если бы вы подняли руки, то, мне кажется, только 10-15% из присутствующих сделали бы это. Эффект бабочки – это нечто, связанное с математикой, скажем так, верить или нет в теорию хаоса. И суть данного явления в том, что маленькие причины оказывают огромный эффект. И впервые эффект бабочки стал известен в 60-х годах 20-го века. И это очень интересная история. Когда впервые появились компьютеры и попытки делать прогноз погоды на основе начальных данных, один из программистов, который делал тест одной модели, забыл добавить значение 0,001 к вводным данным о погоде. Кажется, это барометрическое давление или что-то вроде этого. Он допустил ошибку на пятом цифровом уровне, и он запустил работу компьютера, чтобы сделать прогноз на несколько недель вперед. Затем, когда он обнаружил свою ошибку, он вернулся и вбил правильные цифры, и произвел то же самое вычисление. И он был в шоке от увиденной разницы в цифре пятой степени. Разница была настолько существенной, что он сказал, что этого не может быть, должно быть что-то неправильное. Так он вернулся и провел оба эксперимента, и понял, что на самом деле нет ничего неправильного. Фактически, если вы начали с изменения буквально 0,001, то эффект, который произойдет через несколько недель, будет настолько другим, что перед вами предстанет два абсолютно разных сценария. Так это явление было названо эффектом бабочки, чтобы казалось более мелодраматичным, потому что говорили, что если бабочка взмахнет кончиком своего крыла, к примеру, в Перу, в конце концов, в течение следующих нескольких месяцев может стать причиной возникновения приливной волны в Малайзии. Если мотылек полетел в определенном направлении, в конце концов, это привело бы к торнадо в Техасе. Но это, конечно, немного преувеличено здесь, потому как не то, чтобы само крыло бабочки спровоцировало цунами, а еще и миллионы других способствующих факторов совокупности. Если эта бабочка повернула налево, а не направо, то, по всей вероятности, цунами могло и не быть. Суть в том, что это один из многих факторов, приводимых в движение, что события, в конце концов, достигают своего апогея совершенно по-другому, если эти начальные движения не были установлены в событии. Почему же я начал исламскую лекцию с таких тем, как теория хаоса и математика? Ну, потому что мы, как мусульмане, по сути, не имеем проблем с утверждением данной концепции, пока ставим оговорку, что с дозволения Аллаха эти изменения могут иметь место быть. И понятие «эффект бабочки», сама эта концепция, есть нечто, дающее нам надежду в этом хаотичном мире. Она дает нам смысл, придающий нам силы, и также дает почувствовать, что по воле Аллаха мы можем стать причиной изменений, последствия которых будут намного больше, чем даже то, что я сам могу увидеть. Самое маленькое благое деяние, самое маленькое изменение, которое я сделал в самом себе, может стать причиной возникновения самых невероятных и глубоких последствий, возможно, даже и в масштабах мировой истории, возможно, даже которые способны поменять ход истории. Знаете, если вы изучите жизнеописание пророка, если вы изучите биографии предыдущих пророков, если вы прочитаете истории из подвижников, вот тогда, в процессе изучения, вы и увидите те самые мини-эффекты бабочки. И это, в свою очередь, заставит вас подумать, лучше я перестану волноваться по поводу обстоятельств и начну призадумываться о том, что я делаю. Пусть Аллах решает, какими будут мои деяния. Пусть Аллах видит плоды этих деяний. Мое дело всего лишь быть причиной этих маленьких эффектов бабочки, где бы я ни был. Имеется так много историй, которыми я мог бы поделиться с вами из жизнеописания и времени предыдущих пророков из историй сподвижников. Я лишь расскажу о нескольких из них здесь в качестве примера. Суд всей этой лекции очень проста. Никогда, никогда не недооценивайте любое добро, которое можете сделать. Никогда не уменьшайте значение воздействия благодеяния. Потому что всего лишь одно благодеяние может изменить ход всей истории. Как я и сказал, приведу вам несколько примеров. Одна из самых простых историй – это история пророка Муса и фараона. Если вы помните эту историю, то пророк Муса вырос во дворце самого фараона. И в конце концов, когда он ткнул египтянина, и визири фараона восстали против него, пророк Муса стал бежать, чтобы спасти свою жизнь. Он покидает Египет. И у него не было ни еды, ни денег, только лишь одежда на нем. И он бежит в направлении долины Мадьян. Долина Мадьян упоминается в Коране. И он сам является беженцем и даже не имеет представления, где окажется. Вы только представьте страх, панику, неопределенность, которые испытывал Муса. Когда он добрался до долины, как говорится в Коране, он видит колодец, окруженный пастухами, толкающимися друг с другом, с целью напоить свое стадо. И как говорит нам Коран, там были две женщины со своими стадами, поодаля толпы. Так он подходит к ним и спрашивает их, что с вами? Они сказали, мы не можем напоить своих овец, пока все оставшиеся из этих мужчин не уйдут. А к тому времени вряд ли и вообще останется вода. И не вини нас, пожалуйста, у нас нет денег, чтобы нанять слугу, а наш отец в очень преклонном возрасте. Муса, как известно, добровольно решил помочь им. И это один из тех случаев, когда происходит микроэффект бабочки. Муса, алейиссалям, сам, будучи беженцем, не имея денег дать им. Но он жертвует той одной вещью, которая у него есть. И это пот на его лбу. Он физически силен. Так он добровольно берет стадо, поит водой овец, затем отводит овец обратно к женщинам, и потом, как говорится в Коране, он отходит от них. Без всякой болтовни, без ничего лишнего. Сохраняя достоинство и порядочность. Он удаляется от них и садится под деревом и произносит эту прекрасную и кораническую мольбу, которую, я надеюсь, вы все знаете и повторяете часто. Он сказал, о мой Господь, я бедняк, нуждающийся в любом из твоих благ, которые ты даруешь мне. Я факир, я бедняк, я приму любое благо дарованное тобой. Что же происходит? Муса, алейиссалям, совершил один вид милостыни, это и есть эффект бабочки. Он напоил коз и овец. Вот такое благодеяние, он совершил. Или же можете сказать, что он помог двум женщинам, нуждающимся в помощи. Но какой была эта помощь? Напоить коз и овец? Каково было воздействие этого благодеяния? Что произошло? Причист Аллах. Через несколько часов одна из них возвращается, она смущенная, стесняется, и она говорит, мой отец приглашает вас. Он желает отблагодарить вас за то, что вы сделали. И таким образом они направляются в дом отца. И в течение одной, всего лишь одной ночи, Муса, алейиссалям, получает работу, получает оплату, получает жилье, то есть дом, и вдобавок ко всему он получает и жену. Машаллах, табаракаллах. Одинокие братья, если хотите жениться, начните поить водой людей вокруг. Это и есть последствие благодеяния. Вы думаете, Муса, алейиссалям, понимал хотя бы одно из этих обстоятельств, когда добровольно пожелал помочь этим женщинам. Он даже не знал, где он окажется завтра. Но, когда он проявил щедрость, Аллах проявил свою щедрость к нему. Когда он совершил благодеяние, эффект бабочки как раз таки и проявился здесь, а он знать не знал о последствиях своих деяний, о том, что произойдет. На плечи с Аллах, все открылось. Нажмите кнопку подписаться на наш канал. Оставляйте лайки и комментарии под видео.